Один условно пострадавший был обнаружен в колодце на глубине около 4 метров. Специалисты Крымспаса установили трипод, который стал точкой опоры, подготовили необходимое альпинистское снаряжение и приступили к спуску. Обнаружив пострадавшего, сотрудник чрезвычайного ведомства оказал ему первую помощь и эвакуировал на поверхность, после чего на специальных носилках доставили в безопасное место. Один из этапов плановой тренировки спасателей Крымспас по проведению поисково-списательных работ при авариях техногенного характера. Была эвакуация из подвальных помещений, из люков канализационных. По легенде учений, на производственном объекте произошел взрыв химически опасных веществ. Научно-исследовательский технологический институт функциональной электроники окутан дымом. Серия взрывов, едкое задымление и обрушение конструкций здания привело к нарушению системы вентиляции. В результате взрыва произошел обвал лестничных пролетов между этажами. Благо, обошлось без жертв. Спасатели свою работу выполнили на отлично. В первую очередь, оказывали помощь пострадавшим, которые попали под завалы, попали под воздействие аварийно-химических отравляющих веществ, попали в зону, где им было невозможно дышать, то есть надевали на них аппараты для дыхания. Точно и согласованно сотрудники Крымспаса выполнили инструкции. От этого зависит не только быстрота, но и качество выполнения поставленных целей. Любая задача выполняется спасателями предельно быстро, и важна каждая мелочь, ведь от этого может зависеть человеческая жизнь. Анна Беляева, Служба новостей и ТВ.